Сегодня мы ловим ветер на Харлее и держим баланс на воде. Слушаем виниловые пластинки, любуемся чернотой Невы и имеем виды на Луну. Начинаем с чистого листа и учимся создавать коллажи. Это похоже на гипноз. Смотреть на вертушку, следить за пластинкой и жадно ловить звук. Виниловому увлечению Дмитрия Васильева 12 лет. Все началось с брейк-данса, любви к хип-хоп-культуре, а потом и к винил-диджейнгу. За эти годы Дмитрий собрал у себя дома разножанровую библиотеку. Здесь и джаз, и соул-диско, и фанк. Коллекция постоянно пополняется. Вот это, к примеру, долгожданная пластинка с музыкой легендарной американской хип-хоп-группы The Roots. Ее это не передает. Это вот она приходит, ты ее такой достаешь, и просто такой, вау, наконец-то она моя. Несмотря на то, сколько денег потрачено. И вы посмотрите, самое главное. Ну это же вообще просто, это волшебно. Она еще и синенькая. Ну это же просто, это просто чудо. Достать пластинку из конверта, подержать в руках, поставить ее в проигрыватель и включить. Уютный, мягкий, обволакивающий звук заполняет пространство. Никакой суеты. Прослушивание винила – это тактильный ритуал, который требует вовлеченности в процесс. Впрочем, Дмитрий выделяет и свой собственный особый вид удовольствия – наслушанность, которая появляется со временем. И это просто отдельное маньячество еще, когда ты, ну уже начинаешь хорошо разбираться в музыке, копать. И ты начинаешь копать еще и сэмплы, откуда это срезано, и слушать джаз вот тот старый. И самый вообще секс – это когда ты слушаешь джазовую пластинку и вообще не ожидаешь ничего. Сэмпл просто бам, ты такой вот он откуда, и думаешь, как круто вообще. А там буквально, не знаю, с джазового девятиминутного трека две секунды. Пик популярности винила пришелся на середину прошлого века. Затем его потеснили другие форматы. Однако ни компакт-дискам, ни впоследствии цифровым носителям не удалось сделать пластинку заезженной. Увлечения винилом не массовое, но поклонников по всему миру хватает. Среди них не только те, кто ностальгирует по ушедшей эпохе. В очереди за пластинками много молодежи. И дело не только в моде на винтаж. Винил, уверяют эксперты, это более осознанное потребление музыки. Сегодня многие известные исполнители специально выпускают синглы и альбомы на виниловом носителе. Они попадают коллекционерам, как произведение искусства. Ведь даже обложка – самостоятельное художественное высказывание, как и внешний вид самой пластинки. Волшебный голос и волшебный альбом. Единственный в его карьере такой сольный, шикарный альбом. Поэтому и опять-таки, опять-таки, насладитесь. Смотрите, какой молочный. Ай, ну красота. Коллекционировать винил удовольствие не из дешевых. Стоимость новой пластинки – около 2000 рублей. Да и цена на обычный проигрыватель в среднем 13-18 тысяч. Для качественного звука важно все – и пластинка, и конструкция самого проигрывателя, а также усилители, кабели, фонокорректоры. Если вы хотите более высокого качества уже какой-то уровень аппаратуры иметь дома, то проигрыватели там примерно получается в районе 30-50 тысяч и какие-то уже аксессуары к ним. Потом потребуется сменная дорожка. Не та, которая идет в комплекте. Они есть дополнительные, то есть аудиофильские, то есть которые уменьшают резонанс и вибрацию, которая передается на пластиночку. От качества фонокорректора будет зависеть в немалой степени качество самого звука. При правильном уходе оборудование прослужит много лет, поэтому эксперты говорят, что в каком-то смысле это инвестиция в приятный досуг. Ни цифровой, ни виртуальный. Такой ценный в эпоху экранной реальности. Сабборд расшифровывается как стендап-падл. Если дословно, то есть это стоя грести. То есть по сути это доска с веслом, а это в первую очередь дополнительная свобода перемещения по воде. То есть вы можете куда угодно уплыть, куда угодно заплыть. Порог входа в этот спорт минимальный. То есть очень быстро осваиваетесь и очень быстро начинаете получать удовольствие. Саббординг зародился сравнительно недавно. В начале нулевых легендарный американский серфер Лэрд Гамильтон тренировал равновесие, стоя на лонгсерфе с веслом. Такое занятие пришлось спортсмену по душе, и он попросил мастера изготовить ему надувную доску, на которой можно неспешно кататься по глади спокойного озера или сплавляться по рекам. Как подобрать для себя сабборд? Ключевые параметры – это в первую очередь длина, ширина, толщина, форма. Лучше всего доски пошире брать, ну и подлиннее. Они отличаются больше грузоподъемностью и больше устойчивостью. Этот спортивный снаряд еще и мобильный. В сдутом виде он помещается в рюкзак. Полный комплект весит 10-15 килограммов. Как правильно нужно стоять и веслом работать? Нужно начинать с положения сидя, либо стоя на коленках. Лучше всего стоя на коленках. То есть у нас есть центр доски, мы аккуратно в него заходим на воде. Когда мы стоим на доску, стоим на колени. Это у нас рабочее положение. Весло. Оно имеет две поверхности. Одну такую ребристую для усиления, другую гладкую. Грести нужно гладкой стороной весла. То есть сначала мы берем вот таким вот хватом. Сначала гребем с одной стороны, потом гребем с другой стороны. Поочередно. Как нам, будучи на воде, встать так, чтобы не свалиться? Смотрите, вот самый простой способ. Берем перед собой весло, перед собой опираемся и по очереди ставим ноги. На расстоянии около 30 сантиметров. 30-40 сантиметров. Аккуратненько встаем. Я люблю свое Роматова. До свидания. Я пошла. Очень... Это знаете, как сейчас очкова туда свалится? Главное не врежься никуда. Ну, в общем, реально очень классно. Очень, оп, расслабляет, если не напрягаешься. И очень крутой вид отдыха и спорта одновременно. В общем, все в этом. И мы остались сухие. Сухая голова. Игнал свой байк, а не лимузин. Как проводит свое свободное время, нам рассказал совладелец компании «Росювелирторг» Кирилл Хариби. На работе основная деятельность у меня очень разноплановая. Какие-то вебинары, какие-то семинары, книги, общение, опять же, в клубе предпринимателей «Моментум». Постоянно какие-то еще точки роста для развития компании, развития себя, развития бизнеса в целом вообще. В свободное время довольно-таки много различных увлечений. Завтра с утра, как и каждое воскресенье, поеду играть в страйкбол. Могу посидеть, поиграть в компьютер. По старинке в Counter-Strike. Сижу бы там, так, по чуть-чуть ломерю. Прообразом моего видения мотоциклов стал актер, сейчас не вспомню, как зовут, из фильма «Вне закона». Он с длинными волосами и с бородой. Ну, короче, у меня в девятом классе уже начала расти борода, поэтому мы так уже похожи были тогда чем-то. Это Harley Davidson, такой максимальной там комплектации. Для трассы он хорош, то есть, он довольно-таки мощный и идет уверенно. Не знаю, ну, здесь комфортно, а жене комфортно. То есть, сзади большое удобное сидение, хорошая музыка играет. По городу выехал, прокатился, музычку послушал. Какое-то, как времяпрепровождение. Немножко отдохнул, там, встретил каких-нибудь знакомых, поболтали постоянно. Ну, так, коферейсинг. Наверное, самое важное, это все же вот то, что дает тебе эмоции, то, что дает тебе возможность получить эти эмоции. И так далее. То есть, что-то ты естественным путем получаешь, что-то ты себе покупаешь. То есть, ну, мотоцикл я купил, чтобы получать эту эмоцию. Ребенок, он у меня естественным путем поел. Вот. Ну, благо, что я могу позволить себе там больше, чтобы он получал больше эмоций. Я за счет этого тоже. Это Сюр, это Туржур, это Париж, это Калаш. Умский художник Ренат Латышев, кажется, знает толк во французском шарме. Слово «Калаш» с французского «склеивать», но в 21 веке и без клея можно обойтись. В диджитале смайлики срастаются за считанные секунды, наполняя картинки новыми смыслами. Свои работы Ренат распечатывает в типографии и дарит искусство людям. Мне захотелось совместить два смайлика. И все, я совместил такой, о, ну, забавно. И решил сделать еще, еще, еще. Делал серию, потом еще одну серию, и там так, изображений 20-30, сколько и хуже. Любой человек может создать калаш, просто... И просто минимум там усилий приложить каких-то своих. Что для этого, наверное? Желание, наверное, или мозг. Психологи говорят, создание калашей – это не только ловкость рук, но и работа для головы. Такая практика позволяет по кусочкам собрать общую картину психологического состояния человека. А иногда помогает и буквально отлепить от себя лишнее. Например, проблемы и страхи. И создать настроение с чистого листа. На протяжении трех лет художник Дмитрий Верже устраивал для всех желающих сеансы калаширования в галерее «Левая нога». А после сделал самую пеструю выставку. Калаш, в первую очередь, он избавляет человека от страха перед творчеством. Это главная задача, какую он решает. Второе. Я бы назвал калаш вообще трансмутационным искусством. То есть это когда ты берешь один элемент, потом второй, соединяешь их и получаешь что-то совершенно другое. Третье. Возникают некие реминесценции, аллюзии. То есть появляются другие совершенно инструментарии в самом изображении, которые влияют на твое сознание. Основателями искусства калаша считают художников Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Они первыми придумали добавлять в краски и народные фрагменты. В ход шли кусочки обоев из старых газет, щепки и обрезки ткани. Так полотна становились фактурными. Дизайнер Яна Иванова вдохновилась работами советского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова и начала преподавать калаширование на мастер-классах. Допустим, на мастер-классах некоторые люди приходили и они не понимали всю технику эту. То есть они приходили как за новым опытом. И мне нравилось, что в процессе именно мастер-класса они раскрывались. И дальше уже даже говорили, что мы сначала думали, что это просто кусочки какие-то. А на самом деле это очень круто для передачи своей какой-то идеи. Всего пара часов на то, чтобы придумать тему, подобрать материалы и нужную технику. Например, в одной из них легко можно обойтись без ножниц. Достаточно просто вырвать свой элемент из журнала и продолжить работу. Я тут в первый раз. Я первый раз пробую своими руками что-то сделать. Мне нравится. Меня это расслабляет. Я чувствую творческий прилив. И мне интересно, как это выражается в тактильном, физическом варианте. То, что у меня в голове. Рекламные баннеры или интерфейс мобильных приложений тоже порой похожи на продукт калаша. Хотя здесь помимо эстетики важен технологический прагматизм. Дизайнеры уверяют – калаш для души, а верстка для дела. Они отличны тем, что верстка – это какая-то реально компоновка. То есть как скомпоновать что-то, чтобы им можно было пользоваться. А калаш – это какая-то картинка, которая несет в себе какой-то роли, чтобы ей воспользовались и что-то получили. То есть я могу посмотреть на калаш и просто какие-то там мысли у меня возникнут. Я испытаю какие-то эмоции, но с помощью калаша я не смогу заказать еду из ресторана или я не смогу прочитать статью. В общем, верстать не клеить, а клеить не верстать. Но любое из этих занятий способно добавить сочных красок вашему досугу. Главное – не отрезать ничего лишнего и не потерять счет времени. Что такое изолента ГМИО? Как художники пережили период самоизоляции? Что находится в их мастерских и как найти ключ к вдохновению? Это такая интимная история. Расскажет нам куратор проекта Анастасия Гараева. Все так или иначе делились с нами своим внутренним миром, своим настроением. Кажется, что мир уже никогда не будет прежним. Расскажите, пожалуйста, режим самоизоляции уже практически окончен, но, к сожалению, не для музеев. Ваши двери все еще закрыты для посетителей. Как изменилась жизнь музея за то время, когда он не работал? Музей немного стал тише. Немного странно ощущать то, что экспозиции висят, а зрителей нет. Какое-то время мы работали с тем материалом, который у нас был накоплен, который мы создавали в процессе. Но, в общем-то, возникло у нас желание как-то концептуализировать нашу работу, сделать ее более полноценной, единой, понятной нашему зрителю. И вот, собственно, мы придумали проект, который назвали «Изолента ГМИО». Почему такое название? Ну, ГМИО — это наша аббревиатура городского музея искусства Омска. А «Изолента», ну, во-первых, «Изо» — это не только изоляция, это изобразительное искусство, то, чем мы занимаемся каждый день в нашей работе. Ну и «Лента», потому что «Лента соцсетей» сейчас — это все наше событийное пространство. Блок, который получил развитие дальше, — это как раз непосредственная работа с художниками. И в этом проекте мы обратились к нашим авторам с предложением самим создать контент для наших соцсетей. Нам казалось, что, возможно, художники откроют для нас и для наших зрителей какие-то ключи к тому, как чувствовать себя комфортнее. Потому что творческий человек, художник, всегда любой быт, любую кризисную ситуацию, он ее переживает и перерабатывает по-своему. Всегда творчески, всегда интересно. На том этапе большая техническая нагрузка ложилась на самих художников, то есть они полностью выбирали удобный для себя формат, потому что делали все сами, и у кого какие были возможности и желания. То есть кто-то делал в формате фото, кто-то снимал видео. В какой-то момент мы поняли, что для того, чтобы нам показать, обратить внимание на всех наших омских авторов, нам, конечно, нужно от этого уходить, потому что формат, когда художник делает все сам, несколько ограничивает нас, потому что не все художники имеют и техническую возможность, и навыки, может быть. Нам хочется показать и старшее поколение авторов, которые с гаджетами не совсем на ты. То есть на данный момент для художников музеем и галереей являются их мастерские, правильно? Ну, по сути, да. Кто-то заперся в мастерской на все время самоизоляции, кто-то, наоборот, переместил всю работу домой, и это тоже наложило отпечаток на то, какими даже красками они работают, потому что то, что можно сделать в мастерской, не всегда можно дома, ну и наоборот. Все встречают достаточно положительно наш проект, такая интимная история. То есть это не тот формат, когда мы видим художника в музее, в выставочном зале. Зрители наши, они видят художника обычно как творца, как создателя выставки, и это официальный контекст. Здесь мы попадаем часто и к нему домой, и в мастерскую, что, в общем-то, тоже его главное пространство, где он проводит больше всего времени. И, соответственно, это пространство настолько наполнено какими-то мелочами, связанными с воспоминаниями автора о каких-то важных событиях и людях, которых он встречал. И благодаря этому, через вот эти мелкие вещи, которые мы встречаем в мастерских, мы получаем, ну, целую большую историю. Ну, конечно, мы, как музей, мы хотим показывать живые предметы живым людям. Мы хотим живого общения, и, ну, я очень надеюсь, что мы к этому очень скоро уже вернемся. Я надеюсь, что если мы откроемся, наши зрители будут бесстрашны и готовы приходить в музей, наслаждаться омским искусством, и не только потому, что у нас планировались и привозные проекты. Дай Бог, чтобы это все состоялось. Здравствуйте! Меня зовут Елена Боброва. Я художник, живописец, и сегодня я хочу вас пригласить себе в гости. Палитра нормального художника так выглядеть не должна, но я ленюсь и не всегда ее чищу. А вообще, у меня здесь ящик с секретиком. Здесь у меня хранятся краски. Вот краски на исходе уже скоро нужно будет подкупать. Ну, это вот мой заветный ящичек. Есть у меня еще ящик для графики, ну, и для всякого сопутствующего инструментария, который нужен для пленера. Это кисти и мой единственный верный мастихин. Пишу только им, никакого аналога не подобрала. Это вот мой основной рабочий инструмент. Это мои рабочие этюдники. И тут можно проследить мою историю. Мой самый первый этюдник мне делал папа, когда училась на первом курсе института. Потом был уже этюдник покупной. И, наконец, последний самодельный этюдник, который усовершенствован уже по моей просьбе, сделан под меня. И еще есть один этюдник, который я утопила в Балаклаве в прошлом году. Упал в море этюдник. И свадьба, которая фотографировалась на моем фоне, мне в итоге спасала этот этюдник. Здесь у меня сакральный уголок. Здесь собраны мои воспоминания, флаги путешествий, которых мне доводилось бывать. Это Македония. Мы были на Международном арт-симпозиуме в Македонии в прошлом году. Из Франции я привезла табличку «Улица вина», флажок брать не стала. Также тут висит черная Нева. Мне в 2016 году довелось побывать весной в Петербурге. И я была поражена, насколько действительно глубокая сама Нева. И я увидела ее действительно черной. Очень много же стихов, песен написанных на эту тему. Мне всегда казалось, что это такой какой-то образ, более того. И потом я поняла, что это образ достаточно буквальный. И в свое время меня это потрясло. Я написала эту черную воду. Здесь у меня на подоконнике особый бардак. Потому что с подоконника у меня начинается основная часть дня. Вот у меня здесь чай и кофе. Это начало моего дня. Бамбук. Я знаю, что это драцена, но все равно называю его бамбуком. Потому что своим ростом она производит такое впечатление. Есть у меня телескоп. Мне всегда хотелось смотреть за Луной. Правда, судьба оказалась жестока ко мне. Луна не появляется в моем окне никогда. И ее круг, который она делает, проходит над крышей дома художника. И поэтому остается только залазить на крышу. Мне не разрешают. С этого мольберта, кстати говоря, началось мое творчество. Мне подарили этот мольберт родители, которые училась в институте. И долгое время я писала на нем. И здесь мое кресло. Это мой трон. Я никому не разрешаю на него садиться. Здесь сижу только я. Оно страшно грязное. И поэтому, в общем-то, никто не пробует на него садиться. Ну, тут много всякой всячины. Здесь у меня кольцо от запасного парашюта, которое мне подарили ребята в аэроклубе. Это часть моей истории. И в память о ней висит самолетик в небе над моей мастерской. Он подписан. В нем сижу я. Там есть черты отдаленного портретного сходства. И здесь рекомендовано, чтобы я летала на нем к мечтам. И, наконец, здесь, за вторым мольбертом, у меня кладовочка. И здесь у меня хранятся этюды или небольшие работы, которые можно хранить на этих полках. Здесь есть мои студенческие работы, которые я никому не показываю. И вам я их не покажу. Но, тем не менее, они хранятся, как уже история. Это все смотреть, конечно, нужно не спеша, нужно долго. Для этого есть выставки. И для этого есть вопросы и творческие встречи с художником. Поэтому, прежде чем с вами попрощаться, я хочу сказать, что ходите на выставки, разговаривайте с художниками, задавайте вопросы. Я думаю, что вы узнаете нечто большее на то, что вы смотрите. Этот диалог нужен и художнику, и зрителю. Приходите, спрашивайте. И самое главное, будьте здоровы. Обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля режиссер Теренс Малек в пятницу позовет зрителей к чуду. В эфире продвижение драма о влюбленной паре, переживающей кризис в отношениях. В главных ролях звезды Голливуда Бен Аффлек и Ольга Куриленко. Зависит ли способность запоминать от возраста, как работает ментальная арифметика, и что говорят эксперты о скрытых возможностях мозга. В субботу выяснят ведущие телепроекта НЛП «Нестандартная и легко психологии». Тема выпуска – информационная перегрузка. Сколько стоит мечта? Предстоит узнать в воскресенье героям российского триллера «Нулевой километр». Друзьям-провинциалам, приехавшим покорять Москву, придется сделать выбор между карьерой, любовью и предательством. И спастись от смертельной опасности. Как отличить стрит-арт от вандализма? Почему классическое образование иногда мешает творческой свободе? И появится ли в Омске городской антимем? На эти вопросы в понедельник ответит художник Марат Абишев. Он станет героем программы «Наши люди». Во вторник телезрителям предложат съехать с катушек и побывать на трикотажной фабрике. Зачем нити натирают воском? Кто такие десенаторы? И какие вязальные машины самые надежные? Ответы ищите в телепроекте «Это работает». В среду известный российский антрополог Станислав Дробышевский займется в эфире деконструкцией фильма «Десять лодок». Кино, полностью снятое на языке австралийских аборигенов, завоевало специальный приз жюри Каннского фестиваля. Субтитры создавал DimaTorzok